Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы с вами рассматривали тему веры, подойдя к ней немного с другой стороны, потому что в 1 Фессалоникийцам 3.10 Павел говорит «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше». Обратите внимание, Павел писал замечательные послания церкви, но он осознавал «То, что есть у меня, то, что у Бога есть для вас через меня, не может прийти посредством письма. Мне нужно встретиться с вами лично». Поэтому так важно, чтобы у вас был пастор. Спасибо Богу за Слово, и нам нужно им питаться, читать его. Это правильно, это Слово Божье. Но Бог ставит в церкви людей, которые видят лицо ваше и могут распознать, что необходимо в вашей личной жизни. Павел осознавал «Сколько бы посланий я ни писал, это никогда не заменит личные встречи». И потому сказал «Я всеусердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше». Это значит, вам нужно прийти туда, где человек Божий, ему нужно видеть ваше лицо. Всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше. И почему он хотел встретиться с ними лично? Потому что он был заинтересован в их вере. Чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Кто из вас понимает, что всем нам нужно больше и больше совершенствовать свою веру, больше и больше развивать ее, чтобы вера была более и более зрелой, растущей? Аминь. Нам нужно становиться более умелыми и развитыми в вере. Вот почему Павел так сильно хотел встретиться с ними. Состояние их веры для него значило все. Почему? Потому что верой мы ведем дела с Богом. Без веры мы не можем вести дела с небесами. Но при помощи веры мы можем вести дела с престолом. Аминь. Итак, он сказал, я хочу видеть лицо ваше, чтобы распознать и увидеть состояние вашей веры. И, правильно поставив диагноз, дать вам то, в чем вы нуждаетесь. И последние несколько служений мы говорили об этом месте Писания и первой главе второго послания Петра. Второй Петра, первая глава. Я не буду читать всю эту главу. Я начну читать с пятого стиха. Второе Петра, 1, 5. Петр дает нам что-то очень важное. Божественный проверочный список. Петр дает нам божественный проверочный список. Как часто можно увидеть такой тщательный божественный проверочный список в слове? Не часто, что указывает на важность того, что Бог акцентирует, Дух Святой акцентирует через Петра. И он говорит в пятом стихе, то вы, прилагая к сему все старание, кто из вас понимает, что потребуются определенные усилия с вашей стороны, определенные усердия, прилагая к сему все старание, добавьте к вере вашей. Разве не здорово? Вера не живет в одиночку. Рецепт веры не состоит из одного ингредиента. К вере необходимо что-то добавить, чтобы она работала эффективно и правильно. И он говорит, добавьте к вере вашей добродетель. И мы изучали и рассматривали слово «добродетель», которое в этом месте Писания означает «высокую нравственность». «Добавьте к вере вашей высокую нравственность». Кто из вас понимает, что христиане, не живущие нравственно, не могут просто удвоить свою веру, чтобы компенсировать недостаток нравственности? Все перечисленные качества необходимо добавить к вере, потому что вера не заменит ни одно из качеств в этом списке. Итак, он говорит, добавьте к вере вашей высокую нравственность. Бог – нравственный Бог. И если мы хотим иметь действующую веру, веру, которая получает ответ каждый раз, когда мы ее высвобождаем, веру, которая работает, нам нужно сделать все, чтобы в нашей жизни была крепкая высокая нравственность. Так что важно, куда вы ходите. Важно, на что вы смотрите. Важно, о чем вы разговариваете. Важно, над какими шутками вы смеетесь. Важно, что вы говорите другим людям. Важно, что вы допускаете в свою умственную жизнь. Вы спросите, как умственная жизнь влияет на мою высокую нравственность. Вы знаете, что Иисус сказал? Если мужчина смотрит на женщину с вожделением в сердце своем, даже не совершает никакого безнравственного поступка, просто его мысли безнравственны, то он виновен. Поэтому дисциплинированная умственная жизнь – часть нравственной жизни. Аминь. И заметьте, первое, что он ставит в этом списке сразу следом за верой – это нравственность. Отсюда видно, насколько это важно. И мы с вами сравнивали веру с мостом. А семь качеств, перечисленных в списке, – это семь опор под мостом веры. Если мост веры ненадежен, вера не будет такой эффективной, как могла бы. И если одно из семи качеств, перечисленных Петром, отсутствует, одна из семи опор под мостом веры отсутствует, мост ненадежен, и нет гарантии, что он будет работать. Аминь. А мы заинтересованы в том, чтобы быть людьми веры. Это угодно Богу. Вера угодна Богу. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы жить жизнью веры. Праведной верой жив будет. Почему? Потому что жизнь веры – лучшая жизнь. Аминь. Итак, если мы люди веры, нас должно интересовать все, что необходимо добавить к нашей вере, чтобы она была эффективной. И нам нужно позаботиться о том, чтобы эти семь опор стояли стабильно, под нашим мостом веры и были укреплены. Вы замечали, что чем больше размах опор моста, и чем они шире, тем просторнее может быть сам мост. И чем больше, чем шире и крепче эти семь опор, эти семь качеств, добавленных к вере, чем больше они развиты, тем больше поток веры они могут выдержать. Аминь. Нам не просто нужно наличие этих качеств. Нам нужно, чтобы они в нас развивались. Аминь. Итак, он говорит, прилагая к всему все старание, добавьте к вере вашей. Заметьте, он говорит, нам добавить Бог не будет добавлять это к нашей вере. Это наша задача – добавить эти качества к нашей вере. Итак, мы добавляем к своей вере добродетель или высокую нравственность. И дальше, помните, там сказано «добавить к добродетели знания». Кто из вас знает, что Бог не может благословить невежество? У Бога нет ничего общего с невежеством. На небе нет никакого невежества. Чтобы иметь сильную веру, нам нужно изгнать невежество из своей жизни. Невежество и глупость – это две разные вещи, знаете? Если кто-то говорит «ты глупый», а мама ведь учила вас, что так говорить нельзя, да? Это значит «неспособный учиться». А невежество значит, что человек еще не имел возможности получить знания или, имея такую возможность, не впустил эти знания в себя. А Бог в Слове говорит нам «истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Невежество погубит вас. Оно разрушит вашу веру. У каждого из нас есть мера веры, именно так мы спаслись, мы поверили во что-то. Бог дал нам меру веры, или начальную меру веры. И потому у каждого из нас есть вера. Но если мы позволим себе оставаться в невежестве, это невежество разъест даже ту меру веры, что Бог нам дал. Чтобы вера росла, должно расти знание. Чтобы вера была надежной, знание должно быть надежным. Итак, он сказал «добавьте знание к вере, потому что вера не живет в одиночку». В вере необходимо знание. Аминь. И нам нужно обязательно добавлять знание. Кто из вас понимает, что говоря «добавьте знание», он на самом деле здесь говорит об обновлении ума? Переймите Божьи мысли. Переймите Божий образ мышления. До конца жизни мы должны обновлять свой ум. И в шестом стихе сказано «добавить к знанию воздержание». Воздержание – это сдержанность и самообладание. Сдержанность и самообладание. Кто из вас понимает, что если вы позволите телу руководить вашей жизнью, оно ее разрушит. Без сдержанности и контроля над телом, над умом, ваша жизнь станет неуправляемой и будет разрушена. В слове «воздержание» я также вижу понятие баланса. Если мы воздержаны, если мы все держим под контролем, владеем собой, мы сохраняем баланс. Когда нету равновешенности, наша вера повреждается. Аминь. Я видела, как люди теряли баланс в определенных сферах, и это начинало влиять на их убеждения, на их жизнь веры. Баланс важен. Я так дорожу тем, что сказал Папа Хеггин. Каждый день я говорю «Господь, помоги мне сохранить баланс». Многие люди молятся «Бог, дай мне силу», но Он знал, что сила в балансе. Всегда дорожите с балансированностью. Аминь. Для меня это часть слова «воздержание», когда есть правильная обузданность и контроль, чтобы не потерять баланс. Папа Хеггин рассказывал нам историю об одном ведущем служителе, у которого было сильное помазание, сильное крупное служение много лет назад. Если не быть осторожными, можно настолько свыкнуться с успехом в Боге, что вы перестанете обращать внимание на лисенят. Возможно, вы знаете много мест Писания, умеете их исповедовать, обладаете определенным уровнем знаний и навыков, но не забывайте, лисенята все еще портят виноградники. Аминь. И вот, это был один из ведущих служителей во время пробуждения исцеления, на служениях которого происходили удивительные чудеса, удивительные исцеления, но он был не воздержан в питании. Он совершенно не сдерживал себя. Брат Хеггин рассказывал, что ел этот служитель совершенно необузданно. Он излишествовал месяц за месяцем, год за годом и уже страдал от болезненного ожирения. Слово Господа пришло к брату Хеггину, пойди и предупреди его, что ему нужно судить себя в сфере питания. И предупреди его, что ему нужно судить себя в том, как он обращается с деньгами. Видите ли, если вы неправильно обращаетесь с деньгами, если вы нечисты или нечистны, это выведет вашу жизнь из равновесия, и ваша вера не будет правильно работать. И он также сказал, предупреди его о хождении в любви по отношению к другим служителям. К людям с другим пониманием, с другими доктринами, из других деноминаций. Я выросла в деноминационной церкви. Драгоценные люди, драгоценные люди. Да, нас не учили. Но это не повод атаковать. Нечего атаковать людей, которые не научены тому, что вы знаете. А он атаковал людей. И Бог сказал папе Хеггину, пойди, предупреди его, что если он не произведет над собой суд в этих трех сферах, он умрет преждевременно. Брат Хеггин рассказывал, я не предупредил его. Потому что, когда Бог сказал мне это, я ему ответил, Боже, разве ты не знаешь, если кто-то попробует его исправить, он просто ударит его наотмашь. Вот вам и отсутствие хождения в любви. Ведущий служитель лупит людей. Брат Хеггин настолько боялся реакции этого человека, из-за того, что тот бывал агрессивным, что он не пошел и не предупредил его. Но вот что интересно, в нашей комнате отдыха брат Ричард сказал, что его отец предупреждал этого служителя. Орл Робертс пошел и предупредил его. Я хочу, чтобы вы увидели эти три вещи. Первое – обращение с деньгами. Второе – отношение к братьям. И третье – питание. Очевидно, попытки компенсировать верой плохое питание ничего не дадут. Вы понимаете? Попытки компенсировать верой неправильное обращение с финансами ничего не дадут. Попытки закидать верой отсутствие хождения в любви ничего не дадут. Почему? Потому что вере отведено свое место, но оно отведено и всем другим качествам, одно из которых – воздержание. И вот, где-то год спустя, была конференция служителей. И пришло сообщение, что такой-то служитель при смерти. И служителей попросили встать и согласиться в молитве за него. На самом деле их попросили выйти вперед, и брат Хегген рассказывал, «Я встал, чтобы выйти вперед и помолиться, но Дух Божий сказал, не делай этого. Я говорил тебе, что Он умрет. Он не судил себя в этих сферах». И я заметил вот что. Знаете, некоторые вещи не расписаны в Слове, но жизнь нас учит им, если мы внимательны. Я люблю соединять точки, находить причинно-следственные связи. Связывая факты воедино, можно чему-то научиться. Аминь. Если в вашей жизни что-то не работает, вспомните, когда это работало в последний раз. Что вы делали, когда это работало? И что вы перестали делать или что вы начали делать? Что привело к тому, что это теперь не работает? Я называю это соединять точки. Я очень часто это делаю, соединяю точки. Так поступая, я могу найти взаимосвязь между фактами, которые выглядят разрозненными. Видите ли, вы можете в какой-то момент сделать что-то неправильное, вредное для вашей жизни, но последствия не проявятся тут же. Они могут быть не видны еще год или два, и тогда люди не обнаруживают взаимосвязь, потому что они не уделяют внимания тому, чтобы соединять точки. Но если мы видим, что что-то не так, как надо, нужно вернуть все на свои места, чтобы наша вера лучше работала. И если опора, воздержание отсутствует под нашим мостом веры, наша вера будет под угрозой. Ненадежная вера не приносит результатов. Воздержание нужно в каждой сфере. В том, как вы ведете себя физически, в том, как вы ведете себя ментально, в том, как вы ведете себя духовно. Вы скажете, что такое духовное невоздержание. Например, много лет назад одна женщина занималась некоторой работой в церкви, и однажды ей нужно было прийти, чтобы выполнить очень важную роль в служении, а она не пришла. Это была пожилая женщина, и я попросила людей пойти ее проведать, потому что на звонки она не отвечала. И люди пошли к ней домой, постучали в дверь, и она не отвечала. И я сказала, может быть, с ней что-то случилось, она ведь в преклонных годах и живет одна. Тогда попросили управдома открыть ее квартиру, и она была там, просто дверь не открывала. И я сказала, вас же ждали на служении, и она ответила, ну, Бог призвал меня просто молиться. И я сказала, если бы Бог призвал всех делать то же, что Он сказал вам, ничего не было бы сделано на земле. Видите, она вышла из баланса, она больше не служила. Она собиралась только молиться. Без воздержания вы выйдете из равновесия. Аминь. Молиться правильно, но нужно и дело делать. Мы названы сработниками у Бога. Аминь. И если люди не трудятся на своем месте, чего-то будет недоставать телу Христа. И когда чего-то недостает телу Христа из-за вас, чего-то будет недоставать в вашей жизни. Что посеет человек, то и пожнет. Аминь. Поэтому не выходите из баланса ни в одной сфере жизни. Аминь. Воздержание помогает нам оставаться на середине дороги. А кто из вас знает, что посередине дороги вам не грозит падение в канаву? Аминь. Воздержание так важно. И это одно из качеств, которые я так сильно ценила у папы Хеггена и доктора Саммерла. Они были настолько уравновешенными. Рядом с ними было ощущение безопасности. Можно было с уверенностью слушать то, что звучало на их служениях. Там не звучали какие-то крайности, потому что баланс и воздержание, бывшие неотъемлемой частью их духовной жизни, делали их надежными. Аминь. Итак, воздержание – одно из качеств, которые нам нужно добавить к вере. И недостаток баланса невозможно компенсировать удвоенной верой. Слава Господу! Снова шестой стих. И к знанию добавьте воздержание, и к воздержанию посмотрите, добавьте терпение. О, слава Господу! Какое радостное слово! Если вы нетерпеливы, вы побежите впереди Бога. А вы нетерпеливы, если вы не рады находиться там, где происходит ваше ожидание. Терпение – это ждать с радостью, готовиться с радостью. Кто-то из студентов библейской школы может быть призван к пяти дарам служения, но знаете, их нахождение в школе, их подготовка также воспитывает в них терпение, потому что нужно уделить время на подготовку. И когда внутри вас есть призвание, оно может вас будоражить. Но не позвольте этой возбужденности вытащить вас из подготовки. Вам нужно достаточно долгое терпение, чтобы подготовиться. И нужно дорожить подготовкой, чтобы быть терпеливыми. Мы были дома, в спальне, двадцать лет назад. Сколько мне лет? Да, двадцать лет назад. Двадцать лет назад. И муж повернулся ко мне и сказал, «Однажды ты будешь на ТиБиЭн». И двадцать лет спустя к нам обращается ТиБиЭн Россия. Двадцать лет спустя. Что если бы я попыталась сама это исполнить? Я просто ждала, чтобы Бог все устроил. Если Бог что-то сказал, это еще не значит, что это произойдет завтра. Позвольте вам сказать, Бог сорок лет назад показал мне определенные вещи, которые до сих пор еще не произошли. Если вы нетерпеливы, вы вступите в брак с неправильным человеком. Если вы нетерпеливы, вы сойдете с пути, который Бог вам предназначил. Потому что хотите исполнение своего плана прямо сейчас. Вы хотите быстрее получить профессию, быстрее сделать карьеру, быстрее надеть обручальное кольцо. Но как только кольцо на пальце, о, на него попадает грязь, и оно уже так сильно не сверкает. Радостно рано надеть обручальное кольцо. Но позвольте вам сказать, если это не тот, человек, оно быстро перестанет сверкать. Терпение. 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 Решение, что Божий план стоит того, чтобы его ждать, это вера. Лучшее Божье стоит того, чтобы его ждать. Мне не важно, сколько потребуется ждать. Я не соглашусь с второсортным выбором. Без терпения вы купите не тот дом. Без терпения вы купите не ту машину. Потому что вам не ймется быстрее схватить вот эту. И в итоге вы купите металлолом. Потому что вы нетерпеливы, никто не смеет вам ничего сказать. На вашем месте я бы это не покупал. Нет, 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 я куплю. Ну тогда вам за это и платить, потому что Иисус не платит за то, что не является Его замыслом. Терпение – это дождаться потока, который придет и понесет вас в тот план, о котором говорил Бог. Когда Бог устроил все с Тебеен Россия, драгоценные люди обратились к нам. И тогда все просто сложилось наилучшим образом. Нашим работникам не пришлось напрягаться. Все сложилось – финансы, оборудование. Все необходимые составляющие уже были на месте. Почему? Потому что терпение вводит вас в легкий поток. Без терпения жизнь будет тяжелой. Терпение позволит вам жить в легком потоке. Потому что вы ждете, пока Бог все устроит. Вы не торопитесь и не бежите впереди Бога. И вы не отстаете. Аминь. Послушайте, тут мы все совершали ошибки. Мы все бывали нетерпеливыми. Давайте примем решение. Я не потеряю терпение. И не буду пытаться привести в исполнение свой план. Я дождусь Его плана. Помните? Иисус был плотником 30 лет. Он 30 лет занимался не тем, для чего был рожден. Он не был рожден быть плотником. Но он терпеливо занимался тем, для чего не был рожден. Потому что Бог созидал человека. Аминь. Избавьтесь от навязчивой идеи. Я должен разбогатеть к 30 годам. Избавьтесь от часов, календарей, возрастных отметок. Избавьтесь от этого. Потому что это вас обманет. Это заставит вас обмануть самих себя. Это заставит вас жить в ложном определении успеха. Кто-то может стать миллионером к 30 годам и при этом быть совершенно вне воли Божьей. И в Божьих глазах это приравнивается к полному провалу. Бог не просто созидает служение. Он созидает жизнь. Бог не просто созидает ваш бизнес или ваш дом. Он созидает человека. Дайте ему на это время. Послушайте, сотворение заняло всего шесть дней, но на вас потребуется больше шести дней. Аминь. Дорожите этим временем. Если то, что Бог говорил о вашей жизни, еще не исполнилось, это потому, что Он дает вам привилегию подготовки. Подготовка – это привилегия. Относитесь к ней как к привилегии, а не как к неудобству. Уделите время учебе. Уделите время подготовке. Уделите время тому, чтобы промолить это. Аминь. Уделите время тому, чтобы питаться словом. Позвольте Богу произвести в вас что-то, прежде чем Он запустит вас в то, для чего вы рождены. Аминь. Ваш успех никогда не превзойдет ваш уровень подготовки. Часто люди, у которых на самом деле есть благодать и способности и призвание от Бога, не входят в Него, потому что им не достает подготовки. Почему им не достает подготовки? Им не хватило терпения. Аминь. Терпение – ваш друг. Я – неторопливое создание. Работники церкви вам подтвердят. Я не принимаю решения, пока не узнаю, что говорит Бог. И в этом терпении – моя безопасность. Терпение надежно сохранит вас в плане Божьем. Аминь. Слава Господу. Слава Господу.